Привет! Это арт-студия Единорог и я Инна. Сегодня я хочу научить тебя рисовать сову. Давай, как обычно, разметим сову в нашем листочке. Я буду рисовать ее в этой области. Давай нарисуем овал. Это наша сова, тело нашей совы. Нарисуем мордочку совы. Она будет выглядеть у нас как сердечко, но только не с острым кончиком, а закругленным. Вот так. Здесь у нас будет вот такой клюв, а здесь вот такие глазки. Дальше мы нарисуем нашей сове крылышки. Посмотри внимательно, как я рисую крылышки. Так, так, так. Вот такие у нас крылышки. Вот эти, линии мы сотрём. Они нам не нужны. Вот так. Вот здесь мы сделаем вот такую линию. Так будет лучше выглядеть. Дальше мы нарисуем нашей сове ножки. Так, так, так и вот так. И вторую ножку точно так же. Вот такие ножки. Теперь мы нарисуем нашей сове ушки. На самом деле у совы нет ушек. Просто ее называют ушастой. И часто, когда рисуют такие ненастоящие картинки, рисуют сову с такими ушами. Вот мы нарисовали нашу сову эскиз. Теперь мы будем с тобой ее обводить маркером. Я беру черный маркер и обвожу мою сову. Вот так. Ты можешь взять фломастер, можешь взять черный карандаш, если нет фломастера или маркера. Можешь взять черный восковой мелок. Мы сделаем контур, чтобы наша сова лучше выглядела. Так, обведем мордочку. Так. Глазки. Клювик. Кисточки. Так. Животик. И лапки. И вторая лапка точно так же. Вот у нас получился такой контур совы. Все лишние линии мы подотрем с тобой и начнем ее с тобой сейчас раскрашивать. Я возьму и сделаю мою сову. Раскрашивать мы будем с тобой. Я буду раскрашивать восковыми мелками, а ты можешь раскрашивать фломастерами, карандашами цветными, восковыми мелками, если хочешь даже гуашью. Давай нарисуем нашу сову розовым цветом. Я буду закрашивать и ты закрашивай. Тельце зарисуем розовым цветом. Видишь, какая яркая, красивая розовая сова сейчас у нас получится с тобой. Мордочку пока не закрашиваем. До розовых сов не бывает, а мы сделаем, потому что нам так нравится. Вот я закрасила тельце розовым цветом. Теперь я сделаю перышки на теле. Посмотри, как я буду делать перышки. Вот такими галочками я взяла потемнее мелочек и рисую перышки на теле у совы. Просто палочки и будет сразу понятно, что у нас сова с перьями. Мы с тобой еще возьмем потемнее цвет. Можно взять вот такой. Сейчас я попробую. Нет, его не видно. Я поищу потемнее цвет. Можно даже взять черный. Вот у меня остаточек черного. И добавлю еще черным вот такие перышки. Вот так. Тельце у нас получилось в перышках. Теперь я буду закрашивать мордочку светлым розовым. Вот таким цветом. Закрашу мордочку сове. Чтобы она отличалась от тела, что она посветлее чуть-чуть. Глазки мы обходим. Я закрасила мордочку. Носик, клювик я сделаю вот таким ярким фиолетовым цветом. А теперь я предлагаю взять яркие цвета. Я возьму вот такие. Зеленый, фиолетовый, оранжевый, розовый, голубой. И закрашивать крылья. Предлагаю нарисовать зигзаги. Я буду пропускать через белую полосочку. Так будет интересней. Вот теперь розовым. Дальше я возьму оранжевый. Это называется стилизация. Когда мы не рисуем сову точно такой же, как есть. А рисуем ее так, как мы видим. Немножко изменяем. Перья рисуем не такие, как они есть. А вот зигзагами или палочками. Стилизуем. Из-за этого у нас получается... Ой, какой-то у меня зеленый не очень хороший. Я возьму другой, вот такой. Так. Фиолетовый. И кончик я закрашу синим. А теперь то же самое делаю со вторым крылом. Синий. Фиолетовый. Зеленый. Оранжевый. Розовый. И голубой. А ножки давай тоже закрасим фиолетовым. Вот такая замечательная сова у нас с тобой получилась. Я надеюсь, что тебе понравился этот урок. И ты придешь ко мне снова. А на сегодня пока-пока. До новых встреч. До новых встреч. До встречи. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...